У нас с вами 13-я лекция, мы уже довольно много изучили, то есть я так понимаю, что уже возникло ощущение знакомства с питоном, с языком программирования, которые мы пишем, уже даже если вы не программировали, должно было возникнуть понимание, в принципе, движения программы, вот как идет ход программы, вот эти циклы, условия. Более того, уже от этого, уже оттолкнувшись, мы писали большое количество алгоритмов. На основе сортировок познакомились с всякими возможными вариантами, с разными асимптотиками, с частными случаями сортировок. Ну, сортировка вообще один из лучших алгоритмов, на котором можно показывать, точнее, не алгоритмов, а семейственных алгоритмов, задачи, на которые можно показать мытьем и катанием, и вот в таком случае, вот в таком. Конечно, я вам не рассказываю еще целый ряд сортировок, хотя одну сегодня, может быть, я вам расскажу. Еще одну. Но я хочу показать вам возможность организации своих структур данных при помощи ссылок. На обычных самых буквально кортежах или на классах это не принципиально. Как? Но смысл в том, что при помощи ссылок, мы знаем, что в питоне ссылочная модель, мы можем организовывать свои структуры данных. Вот. И примером такой структуры данных, которую я первое расскажу, будет список, так называемый односвязный список. Да, маленькое замечание. Маленькое замечание. Я рассматриваю вот эту, эти темы, эту тему и эти темы, которые будут сейчас, не потому, что на питоне так правильно делать. Не потому, что на питоне надо, как раз именно на питоне надо писать односвязный, там, двусвязный список, там, дерево. Нет. На питоне лучше пользоваться встроенными коллекциями. Они будут работать быстрее. Есть встроенные коллекции, библиотека Import Collections. Там много-много-много всего есть. Лучше пользоваться ими. Они будут, еще раз говорю, работать быстрее, потому что реализованы на C. Там внутри, там C в конечном счете, то есть ближе к архитектуре, естественно. Но для понимания сути происходящего, то, что я сейчас буду объяснять, очень важно. Потому что, в принципе, на C и C++, плюс там это пишется так же. И для вас это через год будет существенно важно. Итак, в чем смысл односвязного списка? Допустим, у меня есть некоторый объект, у которого часть его – это хранимые данные, ну, например, 10. А вторая часть его – это ссылка на аналогичный, в данном случае этот объект будет иметь тип кортежа, на аналогичный кортеж. Там у меня какие-то другие данные и ссылка на какой-то другой кортеж, на какой-то другой объект. Там какие-то другие данные и ссылка на очередной кортеж. Там очередные данные и ссылка на аналогичный кортеж. Да? И там какие-то другие данные и... Не, ну должна, что история закончится, память не бесконечная, да? Ну, а там ссылка на специальное никуда. Там ссылка на нам. Ну, надо сказать, что в бетоне ссылка разименовывается по умолчанию, то есть, когда мы обращаемся по ссылке, она автоматически нас направит туда. Но это не отменяет нашего понимания того, что это есть ссылка. То есть, создать подобную структуру данных в принципе достаточно легко. То есть, я могу ее создать вообще в одну строчку, правда, это не будет отражать тогда принципиального того, вот как именно она работает. Давайте я напишу, как она будет. Как ее создать. Вот. Это будет... Да, единственное, что... Если это будет в чистом виде кортеж, то он будет неизменяем. Но давайте, тем не менее, сделаем сейчас кортежем. А хотя, не знаю, может иметь смысл сделать списком. Ну, изменяем. Ставить списком. Потому что я кое-что сейчас с этим делом сделаю за вам. Итак, смотрите. Вот у меня будет что? Десять. А ссылка вот здесь, вот второй объект. Но в принципе, здесь тоже на самом-то деле ссылка на десятку, на объект десять. Но я не буду число уж отдельно, оно неизменное. То есть, его лучше уж в сам объект вписать. Десять, да. А здесь ссылка на другой список, содержащий двадцать и... Ну, я прям сюда вставлю его. Двадцать, запятая. И в качестве второго объекта там ссылка на... Что? На следующий список, содержащий в себе тридцать и ссылку на список, содержащий сорок и ссылку... Список, содержащий пятьдесят и ссылку на нам. Ну, и естественно, что все эти скобки надо закрыть. Ну, это может выглядеть странно. Это и выглядит странно. Вот. Ну, просто мне так вот удобно в раз-раз, и я создал сразу односвязанный список вот такой вот конкретный. Ну, давайте, что ли, добавим туда звенок в конец. Можно ли добавить туда в конец звенок? Можно. А, вообще, давайте начнем вот с чего. Могу ли я как-нибудь распечатать все числа, которые там у меня сейчас хранятся? Это более простая даже задача. Давайте пока не модифицировать, а распечатать все эти числа. Ну, естественно, что если я попытаюсь сделать print-a, то он мне выведет ровно вот эту конструкцию, а это не то, что я хочу. Я хочу заняться именно перешагиванием. То есть, я смотрю на этот объект, да, воспользовался данными, распечатал первым его элементом, да, списка, потом вторым элементом списка воспользовался для того, чтобы перешагнуть, дальше смотрю на этот, делаю то же самое. То есть, циклическая задача, да. Распечатываю, перешагиваю, распечатываю, понятно, что да. Можно это сделать циклически. Смотрите. Для этого мне нужна ссылка на его начало. Ну, ссылка на его начало, это a. a, собственно, слайд на первый объект, да, который как будто бы в себе содержит все остальные, но мы же понимаем, что на самом деле устроено, как я нарисовал. То есть, конструкция, которая создает, она выглядит так, что этот список, он содержит тот, на самом деле, ничего не содержит, он содержит ссылку на другой. Ясно? Так вот. p равно a. Я создал сейчас вторую ссылку на начало, ну, которая мне будет нужна как раз для уже работы с ним, для перешагивания. Что я буду делать? Я буду говорить, пока этот самый p у меня не равен нам. я встречал замечание, что не очень правильно вот так вот писать, а правильнее писать просто по kp. Ну, то есть, нам, он имеет ложное значение, а если я буду писать, я не знаю, почему нельзя так. Вот я видел рекомендацию, что, может быть, вот так не писать. Давайте я напишу, вот, если надо было бы подробненности. Ну, вот, можно вот так писать, пока p, то есть, пока p истине, автоматически, пока p не нам. Что я буду делать? Раз он не нам, значит, p у меня сейчас указывает на какой-то текущий элемент. На первый или на какой-то. Я сейчас, что? Я из него добытаю, собственно, данные, дату, да? Я напечатаю. Принт. Что? p нулевое. Отлично. А теперь перешагнем. Перешагивание. В чем состоит? p равно p первое. Ну, там же как раз ссылка. Да? И мне нужно, чтобы p указывал туда ссылка. p равно p один. Вот такой простой конструкции я пробегусь по всему своему списку. Список называется односвязно, потому что я могу его перебирать в одну сторону, но не могу перебирать в обратную. Потому что для того, чтобы перебирать его в обратную сторону, естественно, нужна вторая ссылка. Но давайте сделаем то, что еще можно выжать из него. Что из него можно выжать? Забавно. Можно взять и вместо ссылки на нам написать туда ссылку на самого себя, на начальный элемент. Принципиального запрета нету, но нет же. Ссылка можно, пожалуйста, можно ссылаться на что угодно. Таким образом, я могу сделать что? Я это запишу просто. Вот я сейчас добежал до конца. А мне нужен был последний элемент. Нужен был мне последний элемент. Надо было чуть раньше остановиться. Чуть-чуть раньше. Каким образом я могу это организовать? Пока P1 Это как раз когда пока P1 истине, то есть пока там ссылка не на нам. Таким образом, я как раз остановлюсь за шаг до. Вот теперь у меня P указывает на конец односвязанного списка. И я могу сказать А теперь P1 равно А. У меня же есть второй, ну собственно изначально, я же не хочу потерять вообще ссылку на весь этот объект. Если я сейчас потеряю А, выкину имя А, то у меня сборщик мусора съест все звенья, которые до P. Он увидит, что на них никто не ссылается и съест их. Понятно? Поэтому, чтобы их не потерять, я держу ссылку на А. Ну кстати, да, сборщик мусора, почему все эти звенья живы? На них вроде же никто не ссылается. Ну, есть А, который ссылается, то есть они по цепочке удерживаются в памяти, ссылаются друг на друга и тем самым они как бы держат как это над пропастью за руки, держат друг друга и сборщик мусора их всех не ест. Поэтому А мне очень ценен, а иначе я не смогу к ним никак доступиться, ну и более того, А вот этим вот образом я сейчас что сделал? Я сделал закольцовку. Значит, это я, давайте я пропишу, что это я делал, это я шагаю к последнему звену. Последнему звену. Да? А здесь я что делаю? Я закольцовываю список. Закольцовка. Ну, собственно, структура данных односвязных список легким движением превратилась в односвязное кольцо. Теперь я могу заниматься вот этим перебором, как по четкам, бесконечно долго. А если я вдруг теперь захочу распечатать А, то есть, если меня вдруг дернет распечатать А, вот так вот, то это приведет к интересным последствиям. Питон не зависит. Я первый раз, когда это делал, я ожидал, что сейчас Питон грохнется, пытаясь распечатать список, в котором как будто бы бесконечное количество списков. Нет, он таки соображает, и он начинает написать троеточие. Вот как-то они отслеживают заранее вот эту штуковину, что может такое, в принципе, быть. Вот. Но, естественно, что для чего может быть нужна такая структура, данных как кольцо? А очень она может быть нужна. Очень. Например, один из простых планировщиков задания операционной системы, который переключает контексты процесса, создает многозадачность, он как раз работает по алгоритму вращающейся робин, то есть первый, второй и третий и так далее процессы, они получают свой квант времени, они получают его ровно по вот этому принципу, первый, потом второй, потом третий, потом первый, потом второй, потом третий, да, ну, естественно, там встревает планировщик периодически, да, каждый раз, чтобы прервать тот процесс, нужно, чтобы сработало прерывание по времени, планировщик подумал чуть-чуть и принял решение, кому он дальше дает выполнение, понятно? ну, пожалуйста, и там как раз мы должны будем создать очередь, в которой у нас эти самые процессы находятся на вот такой вращающейся карусели, в таком односвязанном списке, понятно? ну, связанность не нужна в этом смысле, можно было бы, но не обязательно, вот, понятно? то есть не обязательно же делать вот это перешагивание обязательно вот в цикле бесконечно, то есть я могу сделать вот обработка и перешагнул на один, потом через какое-то время, когда панель был обработал, перешагнул на один. Теперь давайте сделаем некоторые дополнительные операции. Вот, допустим, допустим, у меня сейчас этот самый указатель, я пример сотру, наверное, допустим, у меня уже существует А, являющийся таким списком, и я хочу добавить к нему звено в конец, причем тот, кто добавляет, а, да, давайте так, пока не в конец, а в начало, в начало, в самое начало подставить, ну, новый вычислительный процесс поставить вот в эту карусель, если это карусель, а так, вот, если там насвязанность список, ну, просто вкать, давайте вернем вот нас в список, пока не будем делать карусель так, я что тут было добавление в начало, добавление в начало, напишем функцию, нам же удобно будет пользоваться, когда у нас есть готовая функция, ну, кстати, вот ту штуковину, распечатку списка, тоже можно было оформить как функцию, да, то есть я могу написать, но я сейчас не буду уже там сдвигать, дэш, дэш, как назовем ее, давайте назовем ее, если полностью, да, эта штуковина называется linked list, связный список, односвязный список, ну, давайте просто туда будем называть, это дело push, пихнуть, push. Вот. И я должен передать, что, в какой список я добавляю, да, в а, и, собственно, данные, дата. Итак, первое, что я сейчас сделаю, первое, что я сейчас сделаю, ага, а что-нибудь получится, что-нибудь получится, сейчас я смогу объяснить, почему. Смотрите, ну, я вроде бы беру, хватаюсь за начало, копирую себе ссылку на начало, затем, что мне надо сделать, мне надо сказать, что теперь а начинается с другого звена, но я все-таки вот здесь саду, чтобы у меня было в расстрелке саду, я скажу, теперь у меня так, п указывает сюда же, создаем новое звено, в которое вписываем конкретную дату, которую мне туда дали, конкретное число или что-то еще, а сюда а, а, она указывает на вот эту штуковину, да, а потом я должен сюда скопировать старое значение а, которое как раз сопровенило п, то есть я говорю а, равно список состоящий из дата запятая п, ну, вроде все, вот я вставил в начат, почему не будет работать, не будет работать, то есть вот я применю этот самый пуш, вот сюда, да, ну и сейчас зацикливание, допустим, уберем, вот у меня допустим есть, а, все равно я уже удалил, ну давайте я коротенький списочек сделаю, а, 10, 20, ну, на, вот, пожалуйста, коротенький списочек, я делаю пуш, а, запятая 30, да, и хочу распечатать, хочу распечатать, а там нету 30, почему не работает, так вы пока думаете, ну, пнн будет ссылаться на дату, а, п вообще после вызова пуш уничтожен, нет, нет, смотрите, вот этот оператор, это оператор чего, а, ну, ссылка, связывание, он ничего никуда не копирует, значит, у меня здесь, что он делает, он создает локальный идентификатор А, поверх глобального, то есть, он не воспользовался вот тем самым А, а он взял и перетер его, то есть, А ссылается на новый объект, который будет выкинут, то есть, а мне нужно подействовать на ту самую ссылку А, которая вот оттуда, это не очень тривиально, то есть, или я должен знать ее имя во внешнем контексте написать здесь глобал А для доступа к глобальной переменной, а это нехорошо, потому что я хочу, чтобы моя функция работала с разными списками, или мне нужно обеспечить хранение начала списка не в самом А, а в каком-нибудь его атрибуде, то есть, автоматически, как только я начинаю писать функции, я осознаю, что мне списка недостаточно, как типа, да, то есть, я иначе, то есть, надо, чтобы сам объект А оставался прежним, а поменялось его свойство Begin, которое указывает на его начало, то есть, я передаю сам список, у меня ссылка на него, но он поменялся, потому что у него изменился указатель начала внутри него, понятно? Так что, мне придется, как бы ни было, если я хочу оформлять push при помощи функции, так, без функции, пожалуйста, вот так вот можно делать push, очень легко, да? Писал, а? Можете еще раз объяснить, почему А все-таки не распечатает 30? Ну, то есть, ну, как бы, оператор копирования, ну, легко. Рисунок. Вот у нас есть А, которая ссылается на 10, 20, на, да? Внутри функции, ну, есть дата, дата ссылается на число, сейчас не принципиально я буду рисовать, да? Я создаю П, которое начинает ссылаться на него же, П локальное имя, оно только во время функции существует, в ее пространстве имен. А затем я создаю временный, внутри функции, локальный А, который ссылается на объект, содержащий в себе новое число, 30, так, и указывающий на туда, куда П. Локальный А, локальный, тот А не переставал существовать, то имя глобальное, оно по-прежнему существует. Когда я присваиваю в А вот здесь, я создаю новый идентификатор. Это большая подстава языка Питон, потому что, в принципе, я мог это сделать даже вот так, можно было не писать П равно А, а можно было сделать это в одном выражении. И вот здесь, вот, в этом одном выражении А значит разное. Это А, это еще ссылка на тот, который вот мне дали, да, это еще ссылка на глобальный, а здесь я создал локальное имя. А если написать return А? А? А если return А? Вот, при помощи return'а можно было бы, но вообще странно, что push возвращает, и мне нужно А равно push А зацветает 30. Вообще говоря, в примитивных конструкциях на С, когда там пишут список без классов, там приходится или действовать через двойной указатель на начало, чтобы поменять сам указатель на начало, или же через действительно возвращаемое значение. То есть, новый указатель на начало возвращается в качестве return'а значения. Но это неудобно для использования. Будет странно научить А равно push А зацветает 30. То есть, намного естественнее было бы как раз конструкция А точка push в скобках 30. Ну, то есть, как это происходит с обычным списком, когда мы append'ем к нему в конец, да, то есть, мы метод его вызываем. То есть, все призывает к тому, что, ну и соответственно, а когда функция закрывается, то все уничтожается, да, вместе с объектом. Понятно, почему не изменится? Так, ладно. Короче, давайте же наконец-таки перестанем работать с этим вот простым списком, а сделаем А класс. И все функции, вот эти push, поп и так далее, напихаем в класс внутрь. Да? Поехали. Я стираю вот эту штуковину. Слава Богу, мы его поизучили, и теперь все это можем. Создаем. Класс А. Ой, класс А. Его же нужно теперь назвать. Теперь класс у меня будет, и у него будут экземпляры. Давайте назовем его LinkedIn List. Класс. Классы именуют обычно с больших букв. LinkedIn List и Camel Style нотация. Горбатый. Итак, он у меня сейчас ни от кого не наследуется, и у него будут следующие методы. Во-первых, у него будет конструктор. Init Self. Что я должен создавать в качестве пустого списка? Ну, естественно, что просто ссылку на нам. То есть, у меня будет внутренняя ссылка. У него, да, я назову это Self.Begin. Я помечу, что этот атрибут у меня будет внутренним, для внутреннего использования, а не для постороннего. Точка подчеркивания Begin. Вот это подчеркивание как раз для этого и служит. Итак, Self.Begin равно нам. Ну, все, в принципе, достаточно. В принципе, достаточно. Если я не хочу, чтобы список поддерживал количество хранимых элементов, то я не буду ничего делать. Вот это вот. Вот это вот. Так. Дальше. Мне требуется функция... Да, я не буду хранить ссылку на конец. В принципе, можно, но до конца всегда можно добежать. Понятно? это будет искусственно. Давайте меньше хранить. А самое главное, с конца все равно нельзя будет назад отмотать. Он, как бы, это... Хранится все. Итак, первая функция это Push. Push. Ну, если я хочу подчеркнуть, что это Push Front, то я сделаю Push подчеркивание Front. в принципе, в эту структуру можно было бы и в конец впихать. Вот Push Front. Self запятая дата. Вот тут все будет прекрасно. Тут все будет прекрасно. А именно, я что делаю? Я скажу, P равно Self точка подчеркивания Begin. Так, я сохранил старое начало. Теперь я могу смело в это начало в Self точка Begin, Self точка подчеркивания Begin, закладывать туда список, который будет указывать на дата, содержать дата и P. Отлично. Push никогда не может вызвать ошибку. Ну, разве что в принципе у меня интерпретатор вылетает, потому что я слишком много памяти истребовал, уже просто нет памяти на создание новых объектов. А так ошибки здесь никакой быть не может. Всегда можно добавить звено в начало списка. А вот следующая операция, которую я хочу реализовать, это Pop Front, то есть взять элемент из начала этого списка Pop Front может вызвать ошибку. А именно, я хочу возвращать оттуда и удалять первый элемент. Брать элемент, удалять его и возвращать дата в качестве результата, в качестве return. ой, сел. Почему это может быть? Если у меня список уже пуст, если я этот Pop делаю для пустого списка или уже в очередной раз делаю и уже пусто. В любом случае, я должен каким-то образом убедиться, что у меня ну все. И эта ситуация не является ошибкой типа эссер. это действительно ошибка. Но эта ошибка ну вот если брать вот а у меня сейчас не открыта иерархия ошибок. Но если брать по иерархии исключений, то это exception типа не index error, не key error, но ошибка поиска. Я не помню, как она правильно пишется. Я буду использовать индекс error. В качестве мне же нужно что-то бросать, какое-то исключение создать. Пытаются поп и сделают. Я здесь делаю исключение. Итак, когда я его сделаю? Если у меня а self точка подчеркиваю не begin равен нам кстати, то этого тоже можно использовать другую конструкцию. можно написать, оно будет работать. Но еще раз скажу, я почему-то видел такое замечание то ли от пайчарма, а пайчарма немного документирует, в общем, я видел, что там предпочитается почему-то вот так писать not self точка подчеркивания begin, то есть он равен нам. То есть, если он не истинный, если он ложен, а список может быть ложен только в одном случае, если он пустой. А в данном случае может быть self begin, только если там нам. Значит, что у нас? If not self точка begin, вот тогда я делаю что? Race, я возбуждаю исключение, и, как я сказал, я буду называть индекс error. Хотя я бы для этого использовал вообще свою ошибку, или же родовую ошибку для вот этих вот ну, чтобы хотя бы чуть-чуть было похоже. Понятно? Ошибка типа индексации. Все, если я сюда попал, значит, исключение не возбуждено, и можно продолжать. Значит, у меня self begin не пуст. В этом случае, что я должен сделать? Я должен сохранить данные, которые я буду возвращать. Дата равно что? Откуда я ее возьму? Из self точка подчеркивания begin нулевого элемента. Да? Вот они сохраняемые данные. Сохранил данные. Теперь мне нужно это звено грохнуть. Как я это могу сделать? Да очень просто. Мне не нужно для этого даже дополнительно указать. Я скажу begin равно begin 1. То есть то самое перешагивание, которое я делал там с указателем P вот это вот. Да только сделаем это с self begin self точка подчеркивания begin равно self точка подчеркивания begin 1. Поскольку я единственный благодаря тому, что begin у меня внутренний атрибут не для внешнего использования никто грязными руками туда не полезет больше. Поскольку я один держал на нем свой указатель свою ссылку то у меня этот элемент благополучно сборщика мусора съедается. Правда дата как раз пока что не исчезла. Сам дата на который он на самом деле дата это то на что там ссылается. Дата это объект который валяется отдельно. Я на него сохранил сейчас ссылку отдельно. Она у меня есть. Понятно? Поэтому я могу сейчас смело сделать ретерн этого дата после чего все функция закончена. Давайте теперь прервемся в 5 минут переберем. Чего нам не хватает? Поехали. Чего нам сейчас не хватает? у нас есть возможность добавлять есть возможность брать нет конечно можно сюда написать функцию распечатки она будет аналогична с этим шаганием P равно self begin пока P печатаем и перешагив печатаем вот но мне сейчас не очень даже интересно дело распечатывать вот что мне интересно это проверять не пуст ли ну чтобы как раз не нарваться на исключение то есть при нормальном использовании чтобы я мог проверять empty и чтобы empty был true функция empty была true как раз тогда когда эта штука когда self begin false это примитивная функция она является как бы оберткой она прячет от меня вот этот begin предоставляя наверх интерфейс по использованию вот этого вот списка пуст ли и так д empty self что эта функция делает она возвращает что логическую инверсию self begin если begin истинен то ложь если он ложит то истинен причем как раз логическая инверсия сделают его булом то есть not от а сколько там не обязательно not от self точка подчеркивания begin то есть был не бул а нот сделает его заодно булом логически ясно все ну теперь я могу собственно для чего-нибудь воспользоваться этим связанным списком что с ним сделать хорошим можно ли какой-нибудь алгоритм реализовать при помощи вот такой структуры данных сортировку а сортировку ну сортировку хорошо нет вопрос вот чем а может ли быть такой такая ситуация когда мне эта структура данных нужна и удобна да дело в том что вот этот вот односвязный список добавляет в начало берет из начала за время о от единицы то есть эти операции они быстрые понимаете я сейчас медленные операции добавления в конец да даже распечатку не реализован у меня у меня сейчас все три операции они мгновенные почти понимаете независящие от его длины есть классическая задачка которую хочется вам рассказать которая на использование стека вот эта штука сейчас является готовым стеком ну знаете что такое стек стек вызовов я вам называл итак давайте с вами расскажу что такое стек стек является такой структурой данных не вникая в то как он внутри устроен стек является такой структурой данных в которой есть операции пуш это значит положить наверх и поп то есть взять сверху ну с точностью до как сказать определения у меня верх будет началом списка то есть я буду пуш он кладет на фронт ну то есть на пен и поп берет сверху то есть последний пришел первый вышел итак стек тире это это фифо очередь фифо очередь что это фифо очередь ой лифо прошу прощай понятней стало last last in first out last in first out last in first out чуть не ошибся last in first out последний вошел первый вышел ну что давайте задачу давайте с вами задачу вообще стеки используется много есть замечательный алгоритм разбора обратной польской нотации который как раз используется и сортировочная станция декстра которая туда это делает но некогда мне про них сейчас рассказывать я вам скажу так существуют скобочные последовательности скобочная последовательность является корректной если у нее количество открывающихся и закрывающихся скобок одинаково плохое определение да плохое из домашнего контеста вы стеком делали? там было счетчиком там было счетчиком да скобочная конструкция является корректной если она состоит из чего например пустое скобочное выражение является корректным конкатенация двух скобочных выражений является корректным скобочным выражением то есть если у меня есть корректное скобочное выражение и другое корректное скобочное выражение то пожалуйста конкатенация тоже является корректным скобочным выражением и взятые в скобки скобочные выражения тоже является корректным скобочным выражением у меня есть какое-то корректное скобочное выражение, если его взять в скобки, оно остается корректным скобочным выражением. Окей? Эта конструкция, вот эта задача, она решается без стек, она решается одним единственным счетчиком, мы так и делаем. Просто начинаем считать, у меня будет некий х, который будем делать плюс 1, когда я вижу левую скобку, минус 1, когда я вижу правую скобку. И буквально я вот так вот график по времени рисую, да, у вас плюс плюс 1, плюс 1, минус 1, плюс 1, минус 1, минус 1, это что у нас получится? Левая, левая, правая, левая, правая, правая. Закончили на нуле, молодцы! Если я при этом в путешествии оказался в минусе, то это значит, что можно дальше не анализировать. То есть у меня получилось, что 2 открывающихся и 3 закрывающихся. То есть я в минус не должен при этом уходить. На нуля находить можно. Это понятно. Да? Но там был один вид скобок. А если скобок несколько, то не работает. Смотри. Ну понятно, что это вот, вот это некорректная скобочная структура, да? Правила те же самые. Конкатенация скобочных структур является корректной, да, вложенная в скобки. Только скобки бывают не одного, а даже, допустим, двух видов. Или трех. Круглые, фигурные и квадратные. Итак, у меня что получается? Корректная, 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 да, давайте еще какую-нибудь корректную. Фигурные скобки. Корректная, корректная. А вот такая. Ну, давайте пока уберем, пусть два вида скобок. На двух уже будет понятно. Корректная, корректная. Ну, я могу завести два вида, а вот эта корректная, некорректная. Да? Ну, аналогично там вот такая. Вот это некорректная структура. То есть, мне нужно считать, как бы, каждые скобки отдельно. Но это не поможет. Потому что я могу написать вот такую скобочную структуру, в которой каждый отдельно счетчик совершил путешествие без минуса. Понятно? То есть, вроде все было корректно, а на самом-то деле я же вижу, что некорректно. Понятно? То есть, анализ такой скобочной структуры, он требует, ну, нет, не рекурсии, но он требует запоминания последней открытой скобки. Причем, вполне возможно, что все вот это дело произошло не совсем сразу, а тут внутри есть еще там парочка круглых скобок, а уже потом раз и два. То есть, могла после этого быть круглая, и я должен помнить ту самую, которая была вот там. Понятно? Какой из этого алгоритм? Давайте будем круглые скобки, круглые квадратные скобки, открывающиеся скобки, встретив их, запихивать в структуру данных стек. То есть, что я делаю сейчас? Я встретил квадратную скобку, положим в стек. Встретил круглую скобку, положим ее в стек. Встретил круглую скобку, положим ее в стек. Встретил правую скобку, неважно какую. Достанем ту скобку, которая сейчас на стеке, вверху. Достанем ее. Вот она. И сравниваем скобку открытую с закрытой. Является ли она ей парной? Если она является ей парной, то мы молча сбрасываем, сбросили со стек и все. Не является. Мы тут же прекращаем проверку скобочной последовательности и говорим, что она некорректная. Понятно? Видим правую скобку, берем опять верхнюю, сравниваем. Ну, собственно, тут как раз мы и сравниваем. Они не равны. И выводим. Понятно? То есть мы будем на левых скобках добавлять стек, на правых скобках брать из стеков. Ясно? Просто, красиво. Давайте напишем. И у нас готовая структура данных. Как раз она нам пригодится. Так, ну мне понадобится стереть несколько скобочных последовательств. И мы с вами воспользуемся нашим стеком. Итак. Дев. Дев. Коррект. Braces Struck. Точнее, не структура, скорее выражение, как выражение. Expression. Braces Expression. Ну и оно получает некоторое скобочное выражение, которое у меня будет называться луковкой С. Ну, строка. Строка, содержащая соприканных скобочек. Итак. Мне здесь понадобится определять парные скобки. Определять парные скобки. Что я для этого сделаю? Для, когда... Причем мне в одном направлении достаточно. То есть, например, встречая левую, встречая правую, да, мне нужно их как-то сопоставить друг к другу. И сейчас сделаем вот как. Я сделаю left и сделаю список из двух скобочек. Раз и два. На самом деле, можно сюда и другие вписать. Не будем. Так. Я сделаю right и пишу, соответственно, правая, правая. и что мне еще требуется? Мне нужно определять их соответствие. То есть, мне нужно находить левую по правой. Например, да? Или правую по левой. Давайте левую по правой. Как я это сделаю? Я сделаю словарик, микрословарик. Да? Я сделаю pair pair равно и как я сделаю словарик? Я его сделаю при помощи, есть функция zip, которая zipует два списка, делая список кортежей. Знаете их? А? Не знаете? Функция zip может получить два списка или любых этерируемых объекта и сделать с ними замечательную вещь. Главное, чтобы они были одинаковой длины. А может, кстати, и с тремя так сделать. И она как змеечка такая и берет и делает, возвращает в качестве своего результата список кортежей из А итого и Б итого. Ну, с первого нулевого, первого, второго и так далее. Понятно? А конструктор словаря дикта, он умеет потреблять список вот таких кортежей и делать из них соответствие ключ-значение. Ну, просто это записать коротко. Я поэтому и хочу так сказать. Я хочу сделать словарь на основе zip от left запитая в равен. То есть у меня левым будет соответствовать правой. Оп. Ну, я смогу пыр и туда впихать левую скобку конкретную, которая будет сравнивать. Поехали. Теперь я так, я сотню zip теперь поехали. Я беру и начинаю бежать по символам этого s. Соответственно, for brace in s для скобки а, прошу прощения я, я стек забыл создать. Забыл создать себе стек. Стек равно линк и лист. Мы сделали его сами. Итак, поехали. For brace in in s. Так, он начинает последовательно перевернуть скобочки. Вот здесь у меня есть этот самый brace. А s это вот у нас строка, которая пришла ко мне. Она же итерируемая объект, и могу по ней бежать при помощи циклопора, по символу мне отдал. Итак, что я проверяю? If brace in left в этом случае я пихаю ее в стек. стек точка как мы назвали? Пуш фронт. Пуш фронт кого? Брейс. Ок, отлично. Так, элиф иначе есть. Не, ну в принципе если я уверен, что там только скобки, я могу else написать. Ну я не верю, мало ли там кроме скобок еще числа, плюсы, минусы, там буквы какие-нибудь. Я хочу их игнорировать, поэтому я буду только на скобки обращать внимание, все остальные символы игнорированы. Элиф brace in right а если ащи же не скобка является правой, в этом случае я начинаю разбирательство. Первое. Возможно такая ситуация, что мой стек просто кажется пуст. И это первая ситуация, в которой нужно запаниковать. А сразу до свидания. Return false. Ну потому что false значит некорректно. return false сразу. Если у меня стек пуст в этом случае. Итак, давайте проверим. что я делаю? Если у меня if stack empty if stack empty сразу return false. false на больший угол. факт. Мы отследили такую ситуацию, что встретилась правая скобка, для которой вообще нет левой скобки. Значит, скобка левая все-таки есть. Так не пуст, можно с него что-то взять. Добудем из него соответствующую скобку. Назовем ее, а не перекрыть вот эту вот леву. Мне нужно сейчас будет сравнить ее. Да и сразу мы ее отправим на самом деле. Да? Что я сейчас сделаю? А, и еще, мне сразу, добыв ее со стека, мне нужна все равно сразу парная книга. Поэтому я напишу вот такую конструкцию. Если у меня пара, ой, пара это словарь, поэтому там квадратными скобками я добываю из него пар. Пара для кого? Для стек точка pop front с пустыми скобочками, если if pair stack pop front это как раз правая скобка соответствующая той левой которая сидит сейчас в стеке. Да? Если она не равна, потому что паника у меня должна возникнуть именно в случае, если она не равна. Если она равна, то все нормально, вы уже самим point front уже удалили ее сейчас. А вот если не равна, в этом случае мы сделаем return false. Значит, не равна собственно brace. Двоеточие return false. вы помните, когда я рассказывал про алгебру логики, я говорил, что end end операция и в питоне не симметричная в алгебре логики симметричная, а в питоне нет. А именно в питоне end не будет вычислять второе выражение, если первое оказалось ложным. Да? и or тоже, то есть, если там у нас false, то второе выражение даже не будет вычисляться. Называется ленивые логические операции, ленивый и, а or не будет выполняться, если у нас там true. Тогда тоже второе выражение не выполняется. Мне что требуется? Мне требуется не доставать элемент, а сразу вернуть false, если stack пуст, потому что попытка достать приведет к ошибке. Да? А если у меня там не пусто, то тогда надо достать и сравнить. И я могу, я не буду этого сейчас делать, но я могу написать так, if stack.mt or pair stack pop front не равно brace и именно в этом порядке. Понятно? То есть, у меня вторая часть or то return false, потому что return false по любому. Но это немножко выше пилотаж, потому что нужно знать и хорошо помнить о ленивости или, а оно еще и не во всех языках, есть языки, где он не ленивый, вот, но, кстати, в C++ тоже он ленивый. Но про это надо знать. А мы, допустим, не знаем и написали, как есть. То есть, здесь явным образом последовательность операции обеспечивается, что stack не будет ошибки достать значение, потому что он точно не пуст. Можно пилотаж? и ничего делать не надо, потому что как раз само вычисление выражения, я уже удалил мне эту строчку со stack и если не сработал return, значит у нас там соответствующая скобка. И надо просто брать следующую. Последняя фишка произойдет в самом конце, можно будет вопрос, одну секундочку. Последняя фишка в самом конце. А если у меня все нормально и все скобки соответствовали, но не хватило скобки в конце. То есть, у меня, короче говоря, в stack зависла какая-то скобка. Квадратная. Зависла квадратная скобка одна. Торчит в конце, значит не парит. В конце выражения stack должен быть пуст. Если он у меня опустел правой скобкой наличствующей, то это одно. А в данном случае в конце. То есть, после этого цикла вот здесь вот. Если пуст, то я возвращаю true, если не пуст, то возвращаю false. То есть, я тупо возвращаю пуст или stack. То есть, я делаю здесь return что там stack точка m ну вопрос. Когда мы определяли функцию def push front фронт. И получаете определить даже как в начале лекции, где мы доказали, что не будет сохраняться ничего сначала. Хороший вопрос будет. Теперь все будет в порядке. Дело в том, что я меняю кого? Я меняю не сам селф, а я меняю селф бегин. Я меняю атрибут. То есть я, пользуясь ссылкой селф, меняю его бегин. Понятно? Давайте. Рисунки лучше всего. У меня есть, собственно, имя стэк, которое указывает на объект типа линкет-лист. Каждый объект имеет свое пространство, его атрибуты. И у него свой бегин. У него свой бегин данного конкретного стэка. Который создан, когда вызывался его конструктор, вот в этот момент. У стэка появился стэк, и сразу же этот стэк появился со своим бегином, который равен нано. Дальше. Ну, допустим, этот бегин уже равен не нано, а там какой-то списочек, который куда-то указывает. Понятно? Я что делаю вот здесь? Пуш, да? П сохранил указатель туда же, куда указывал бегин, а затем я что делаю? Говорю, self-begin равен дата П. То есть, вот этот вот бегин равен новому указателю, потом, что этот указатель, а вот сюда вот этот указывает на П. После чего П уничтожается. Почему ничего не это, не пропадает? Потому что сюда передавался self. Ну, self-это копия указателя на весь объект целиком. Стэк по-прежнему указывает на весь объект. А у него там, внутри ссылка поменялась. Понятно? Так что все окей. Я доступился к тому же пространству имен. А там это были разные пространства. Глобальное пространство имен и внутренняя, локальная, внутри функция, которая перекрывает глобальное присвопадение имен. Вот. Ну вот так. Так что все окей, все сработает. Не, ну, ребята, мы молодцы. Это не такой простой алгоритм. То есть, не так долго писать. Но смысл у него довольно хороший. Так, ну что? Я вам хотел сегодня, если у нас еще не притык со временем, у нас пока не притык со временем, рассказать еще одну сортировку. Я не буду рассказывать вам сейчас двусвязный список. Ну зачем? Ну можно рассказать двусвязный список. Но я такого красивого алгоритма еще один просто не успею рассказать. Да и смысл, двусвязный список, он, ну, бывает ценен в каких-то ситуациях. Ну, то, что можно и туда, и обратно бегать. Ну, а так, большого сейчас смысла он не будет. Там просто еще одна ссылка добавляется, да? Да, еще один момент. Конечно, можно было не выпендить. А стек использует тупо обычный список, обычный пустой список, да? А здесь пользоваться вместо пушфронт и пент, а там просто поп. Ну, выпендрившись. Ладно. Значит, что я хочу сделать? Естественно, есть возможность сделать очередь. Кстати, вот именно для очереди хорош будет двусвязный список. Очередь – это что такое? Это структура данных, не важно, как она реализована. Давайте, не важно, как она реализована. Ну, очередь, ее обычно по горизонтали рисуют. Это FIFO очередь. Да, очередь... Давайте так это вяжем. Это FIFO очередь. То есть, first in, first out. First in, first out. Просто очередь не очень интересна, хотя она частенько встречается. Частенько. Например, случаются события, которые поступают к приложению для его обработки. И приложение с графическим интерфейсом должно откликаться на эти события и что-то делать. А оно занято. Оно еще обрабатывает в многозадачном режиме. Да, вот все нормально, в многозадачной операционке. Оно еще занято. Оно, пользуясь своими квантами времени, обрабатывает предыдущие события. Оно же не должно внезапно его бросить и выкидывать. Да? Поэтому все остальные события стоят в очереди. А оно из этой очереди будет брать следующее сообщение для последующей обработки, когда закончит первое. Понятно? Это нормальное, типичное использование очереди. Оно очень часто используется для доступа по каким-нибудь ресурсам. Но еще более интересно, очередь с приоритетами. Вопрос, что это такое? Как с этим? Очередь с приоритетами. Это, представьте себе, что каждый закладывающий элемент, кроме своего значения, кроме своего значения. Ну, там, не знаю, 10, 20, но скорее наоборот, если я их в порядке закладывал, то как раз наоборот. 10 зашло первым, и оно готово подвзять это. 10, 20, 30. Но эти все товарищи, они одного приоритета. Ну, например, там, приоритет у них, там, второй. Второй приоритет. А тут пришел товарищ первого приоритета. И несмотря на то, что он пришел после них, этот товарищ автоматически попадает перед ними и будет взят первый. Понятно? Более высокий приоритет имеется в виду обычно меньший по значению. Как эту штуку реализовать? Как это сделать? Для реализации таких вещей, для реализации очереди с приоритетом, существует структура данных куча. Давайте. Куча. Хип. Я не успею прописать ее, вот как я сделал с односвязанным списком. Но есть фишка. Дело в том, что есть структура данных куча, реализована в питоне в стандартной библиотеке. Поэтому мы, может быть, этим даже воспользуемся и все. Сортировка, которую я хочу рассказать, она на ней основана. Но я боюсь, что мы, может, сортировку не успеем. Ладно. Хип. Она же куча. Ну, так получилось, что я по-русски написал структуру. Хип или куча. В чем суть этой структуры данных? Представим себе, что числа у меня играют в короля горы. И число, которое самое, ну, не знаю, можно самое большое, можно самое мелкое. Как нам больше нравится? Ну, мне больше нравится самое мелкое. Но если в короля горы, то наоборот, обычно, самый сильный. Ну, давайте сейчас будет самый сильный. Самое большое число у меня сейчас будет залезать наверхушку. Ну, допустим, сейчас одно число хранится. И оно залезло наверхушку. А потом появилось еще одно число. Под этим числом ровно два числа. То есть оно у нас сидит на двух товарищах. То есть, ну, как потенциально два часа. Сейчас оно вообще одно. Когда приходит какое-то число, это число меньше, чем 10, оно благополучно встает куда-нибудь пониже. Вот. А именно в левое поддерево. В левую его под левую ногу. Если приходит какое-то число, которое меньше, чем 10, неважно, как оно соотносится с пятеркой, а у него тут свободно, оно отправляется вот под правую. А в ветвей ровно две. А? В ветвей ровно две. Слева-справа. Вот. То есть заполнение происходит как бы слева направо. То есть вот так. Дальше. Если приходит какое-то число, которое меньше, чем 10 и меньше, чем 5, то оно отправляется куда? Ну, по уровню заполнения, да, вот до сих. Ну, допустим, там 3. А тут пришло число, я боюсь, что мне придется все это повторить, но чтобы уже хотя бы в принципе составилось впечатление. Значит, число, которое вдруг больше, чем 5. Ну, допустим, 8. В этом случае оно вначале добавляется в конец. Но тут начинается самое забавное. Оно начинает играть в короля горы. Оно пытается спихнуть того, кто стоит сверху. Но на самом деле эти тоже пытались, кто там был безуспешно, поэтому я про это не говорю. А этот восьмерка пытается спихнуть и делает это успешно. и меняется со своим предком местами. У них отношение типа предок-наследователь. Ну, понятно, что это не объект, это не иерархия. Это иерархия, но не наследователь. У них есть иерархия. И восьмерка проползла вверх. Если у меня вдруг будет добавлено, оно, еще раз говорю, заполнение идет слева направо всегда, да, то есть добавляется элемент всегда в конец. В конец в смысле вот в последний элемент вот сюда. Какое-нибудь число, например, 20. В этом случае это число проползает наверх, да, то есть оно сражается и проползает наверх, до тех пор, пока оно не достигнет, собственно, вершинки. Ну, точнее, не вершинки, а то есть там, когда оно не сможет пробиться наверх. То есть добавление очередного элемента тратит времени не у от единички, а подольше. Но надо сказать, что поскольку вот такая структура, она содержит в себе 2 в степени n-1 элемент, где n это количество, высота, а не количество хранимых, 2 в степени, количество n равно 2 в степени h-1, где h высота, количество, собственно, вот этих вот уровней. То есть у меня полное дерево вот здесь содержит 3, следующее содержит уже 7 элементов, ну и так вот там 2 в степени соответствующий, минус единичка, да, поняли? Вот, так что у меня получается, что количество действия равно высоте, максимальное количество действия равно высоте дерева, да? Значит, а высота дерева равна логарифму по основанию 2, вот количество хранимых элементов. А логарифм это функция, которая растет метр. Даже если тысяча элементов хранится, то высота дерева 10. Ну, 1024, да, значит, примерно, по основанию 2, примерно 10, да? То есть мы за 10 операций максимально вставляем число в структуру данных и устаканиваем ее. Ясно? Ладно. Повторю в следующий раз и расскажу, для чего это дело надо. На сегодня все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ